Привет, друзья! Сегодня с Китая ко мне приехала многофункциональная такая ручка, еще называют ее инженерная ручка. Маленькая шариковая обычная ручка, непонятно почему в таком большом пакете, но ладно, не суть дела, давайте посмотрим. Итак, что мы видим? Ручка у нас выполнена, ну это по-моему все, какой-то металл. Да, металлическая ручка, но она реально тяжелая. То есть, почему она такая многофункциональная, или как ее называют еще инженерная? Да потому что здесь в ней реально много чего есть. Ну а давайте посмотрим. На этой грани мы видим, здесь у нас метрика, то есть здесь мы видим сантиметры. На следующей грани мы видим дюймы, если на кому-то нужны дюймы, вот пожалуйста дюймы у нас есть. Далее у нас идет уровень, пузырьковый уровень, но не могу сказать, что он точный, не точный, потому что стол у меня, я не знаю как он выставлен, но наверное должно быть хорошо работать. Вот, а здесь у нас идет клипса, чтобы мы могли вешать ее куда-то там, и про грани у нас здесь все. Далее у нас идет с этой стороны, как мы видим, колпачок. Колпачок у нас идет здесь с функцией стилуса. Сейчас мы все это дело проверим. Под ним у нас скрывается отвертка. Отвертка у нас должна быть. Вот, как хорошо сидит. Не поддается мне отвертка, придется ее пассатижами оттуда достать. В принципе вынимается легко, но вот что-то у нас скользит, не знаю, может пока новое, или пальцы у меня какие-то жирные. То есть здесь у нас идет такое вот резиновое колечко-выплотнитель, за счет которого оно там у нас держится и не вываливается сама. Ай, блин, достал. Вот, с одной стороны у нас идет крестовая отверточка, насадка, а с другой стороны у нас идет плоская отверточка. То есть перевернув, мы можем получить либо обычную отвертку, либо крестовую и ею пользоваться. В принципе, по ощущениям, по крайней мере, металл, ну, вроде бы, не какой-нибудь сырец такой, что прям гнется. Хорошая сталь. Конечно, не скажу, что это каленка, вряд ли это каленка, но неплохой металл. То есть он, по крайней мере, под пассатижи попадает и особо с ним ничего не происходит. Ну, конечно, сверхбольших нагрузок он не выдержит. Но так, чтобы было под рукой что-то поковырять, я думаю, это довольно-таки неплохо. Так, сам колпачок у нас, как я говорил, со стилусом. Давайте попробуем его проверим. Берем телефон. Разблокируем его. И пробуем. Да, без проблем. Как вы видите, он работает у нас, этот стилус. Ну, давайте, я не знаю, на калькуляторе, например, попробуем понажимать. Да, без проблем, также без нареканий. Работает буквально с минимальным усилием. Просто стоит прикоснуться, так же, как я, просто своим пальцем. И все, без проблем, сенсор воспринимает его. Ну, а что же касается ее основной функции. То есть у нас шариковая ручка, у нас все-таки. Сам стержень у нас выдвигает следующим образом. Поворачиваем вот эту часть, за которой мы держим ее, и у нас вылазит стержень. Крутим в обратную сторону, он залазит. То есть достали, прокрутили, выдвинуваем стержень и можем писать. Как ни странно, ручка пишет. Ну, в принципе, китайские ручки они пишут, а некоторые даже исчезают. Вот, кстати, видео, где была у меня распаковка испытания ручки, которая исчезает со временем. Прикольная штука, кстати, рекомендую посмотреть. Ссылочка также будет под видео в описании. Итак, наша ручка инженерная пишет, без проблем, пишет хорошо, легко, без особых каких-то надавливаний. То есть сильно давить на нее не надо, пишет хорошо. Ну, в принципе, это мелочь, это все решается заменой стержня. Что касается стержня, давайте мы достанем. Вот таким образом просто она вытаскивается. И здесь мы видим саму сердцевину. То есть стержень у нас здесь коротыш. Так, ну, сейчас долбить ее, вынимать я не буду его оттуда. Вот, то есть вот такой короткий стержень. Ну, в принципе, надолго его, наверное, не хватит. Но если вы его просто где-то с собой эту ручку носите, какую-то заметку сделать, там, зарисовочку, там, не знаю, расписаться где-то, то, в принципе, этого будет более чем достаточно. Со своими функциями она справится. Так, также здесь на передней части, у конусной, видна резьба. То есть, я так понимаю, вот этот колпачок, в то время, когда вы работаете, например, отверткой, дабы не поранить руку и не потерять колпачок, вы надеваете его в противоположную сторону и можно без проблем пользоваться ею именно как отверткой, при этом не повредив себе ладонь. Интересное решение и довольно-таки, как мне кажется, удобно и практично. Что можно сказать в завершении про эту ручку? Эту ручку без проблем можно с собой носить где-то в сумке своей какой-то, в машине возить. То есть, минимальный набор инструментов в ней присутствует, которые иногда требуются вам вот быстро сейчас под рукой, но их нет. Будь то там линейка что-то померить, да, или начертить, подкрутить, что-то где-то поддеть. То есть, минимальный какой-то набор здесь присутствует. По-любому у вас ручка есть там либо в той же сумке, либо в той же машине. Можно ее заменить на эту ручку без проблем, плюс она еще будет выполнять какой-то минимальный набор функций, что не может не радовать, учитывая особенно то, сколько она стоит. А стоит на сущие копейки. Ссылочка на нее будет под видео в описании, можете переходить, смотреть, заказывать. К приобретению я ее рекомендую. Как мне кажется, основные функции я вам показал. Со всеми она справилась без проблем и каких-то нареканий не вызывает. Обычно где-то что-то в каком-то товаре может там неправильно работать, либо неправильно что-то там сделано, все-таки это Китай. Но нет, здесь все замечательно. Ручка классная, металлическая, тяжелая, прикольная, такая увесистая, реально мужская такая. Не думаю, что женщина подойдет. Хотя почему нет, и женщины-инженеры тоже могут ее использовать. Но в дамской сумочке я бы удивился, если бы увидел такую ручку. Хотя прикольно, удивление было бы таким добрым и интересным. Ну а на этом у меня в принципе все. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok